Доброе утро всем! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». И сегодня тема нашей программы – это противодействие коррупции. Гости нашей сегодняшней программы – это старший помощник прокурора республики Елена Дармограева, а также старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства противодействия коррупции Радмир Баташев. Добрый день! Добрый день! Лена, по традиции, нашу программу будете открывать вы со вступительным словом. На что вы хотите обратить свое внимание? Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государства и важнейшим направлением работы органов прокуратуры. Правовую основу этой деятельности составляет Федеральный закон о противодействии коррупции. В нем определены три главных направления – это предупреждение коррупции, борьба с ней и ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Хотелось бы отметить, что первостепенную важность в сфере борьбы с коррупцией имеет повышение правовой культуры и правосознания граждан. И органами прокуратуры республики проводится системная профилактическая работа в данном направлении. Широко используется потенциал средств массовой информации при проведении данной разъяснительной работы. В телевизионных эфирах, в эфире радио, также на страницах местных печатных изданий, зрительской аудитории разъясняются нормы антикоррупционного законодательства и обязательно установленная законом ответственность за их нарушения. Прокурорами регулярно проводятся мероприятия в формате круглых столов, на которых обсуждаются вопросы применения норм законодательства о противодействии коррупции. И на такие мероприятия мы приглашаем представителей общественности и республиканских средств массовой информации. Для формирования и развития антикоррупционного мировоззрения граждан прокуроры на системной основе участвуют в просветительских мероприятиях данной направленности с государственными и муниципальными служащими, с учащимися образовательных организаций. И сегодня мы поговорим об основных итогах работы надзорного ведомства, направленной на выявление и пресечение нарушений антикоррупционного законодательства. И вашему вниманию будут представлены примеры по искоренению коррупционных проявлений. Я хочу у вас спросить, вот в преддверии дня борьбы с коррупцией, этот день отмечается обычно в начале декабря. Хочу у вас спросить, какие итоги работы органов прокуратуры и республики по противодействию коррупции за прошедшие месяцы этого года? Добрый день. Замечательно, что сегодняшнее наше мероприятие проходит в преддверии дня борьбы с коррупцией. Я хотел бы напомнить телезрителям, что в 2003 году Российская Федерация подписала Конвенцию о противодействии коррупции. Это, безусловно, центральное место по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, отведено и органам прокуратуры. Насколько я помню, в 2007 году уже в Генеральной прокуратуре и по субъектам Российской Федерации были созданы отдельные специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в принципе, о работе которой мы будем сегодня говорить. Что касается итогов работы органов прокуратуры за истекший период, хотелось бы отметить, что за исполнение национального плана, национальной стратегии противодействия коррупции, приказов и распоряжений Генерального прокурора, прокурора республики, органами прокуратуры проводится целенаправленная работа противодействия коррупции. Безусловно, принятые меры дали определенные результаты, и вот за истекший период выявлено всего, хотелось бы отметить, 2,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. В целях устранения которых внесено 460 представлений, по результатам рассмотрения части которых 410 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Принесено более 500 протестов на правовые акты органов государственного власти, муниципалитетов. 48 заявлений направлено в суды республики, 64 должностных лица привлечены к административной ответственности. Из общего количества выявленных нарушений, хотелось бы отметить, это где-то 150 нарушений, это при осуществлении государственной службы выявлено, и где-то 1500 при осуществлении муниципальной службы. Также хочу сказать, что увеличилось количество выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, безусловно, и повысилось количество принятых мер прокурорского реагирования. Основная масса нарушений, выявленных нарушений, касается несоблюдения должностными лицами обязанностей, запретов, ограничений. Радмир Газбикович, хочу сказать о том, что большое внимание прокуратура уделяет выявлению и пресечению коррупциогенных факторов из нормативных актов. Вот по этой теме что вы можете сказать? Знаете, отвечая на данный вопрос, мне бы хотелось бы пояснить нашим телезрителям, что такое вообще коррупциогенный фактор. Давайте применительно смодулируем такую ситуацию, когда гражданину необходимо, скажем, в администрации муниципального района или городского поселения необходимо получить тот или иной документ, ну скажем, разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию. И вот принимается нормативно-правовой акт, который для граждан создает определенные искусственные административные барьеры, то есть требует этот административный регламент, чтобы человек получил, гражданин получил справки, которые тождественно не относятся к предмету. И вот установление этих искусственных барьеров нужно определять как коррупциогенный фактор. Вот органами прокуратуры за истекший период проведена проверка, проведена проверка 1140 принятых нормативных правовых актов, как органами государственной власти, так и муниципалитетами, и свыше 1400 их проектов. По результатам проведенных антикоррупционных экспертиз выявлено 83 нормативно-правовых акта, содержащих коррупциогенные факторы, на которые прокурорами принесены протесты. Протесты, безусловно, рассмотрены, удовлетворены, коррупциогенные факторы устранены. Скажите, а как реализуются полномочия прокуроров по привлечению к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений? Вы знаете, в принципе, при ответе на первый вопрос я уже обозначил общее количество привлеченных должностных лиц к административной ответственности за 64, но в общей массе я бы хотел бы выделить отдельно административные производства, возбужденные прокурорами по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а это именно незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного и муниципального служащего. Вот таких у нас 13 фактов выявлено, они все судами рассмотрены. Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 510 тысяч рублей. На сегодняшний день они в части практически взысканы, остальная часть находится в управлении службы судебных приставов на исполнении. Ну, еще хотелось бы узнать, в каких органах и в каких сферах зачастую встречаются и выявляются нарушения антикоррупционного законодательства? Знаете, в каких органах зачастую встречаются нарушения антикоррупционного законодательства, хотелось бы отметить, что основная масса выявленных нарушений с года в год, это в сфере бюджетных правоотношений, распоряжение государственной муниципальной собственностью, распоряжение государственным муниципальным имуществом. Хотел бы также сказать, что все-таки львиная доля этих нарушений – это предоставление недостоверностей о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Еще хотелось бы узнать, выявлялись ли прокурорами факты, требующие принятия мер именно уголовно-правового характера? Безусловно, знаете, по результатам каждой прокурорской проверки принимаются акты прокурорского реагирования. И зачастую выявляются неправомерные действия должностных лиц в совершении таких. И этот материал собирается, и безусловно прокурорам республики направляются в следственные органы для дачи оценки о наличии состава преступления в действиях того или иного лица. Вот хочу отметить, что за истекший период прокурорам выявлено 18 фактов, материалов которые направлены в следственные органы, и на сегодняшний день по всем 18 возбуждены уголовные дела. Как пример, хотелось бы привести, вот буквально в сентябре месяце проводилась проверка целевого использования получателями субсидий, грантов, субсидий по линии Министерства сельского хозяйства республики. Был установлен факт, что руководитель общества ограниченной ответственности обратился в Министерство сельского хозяйства с соответствующей программой, получил свыше 40 миллионов субсидий. В последующем получилось, по хронологии отслеживали, где-то через месяца два общество ограниченной ответственности прекратило свою деятельность, хотя получало субсидии на строительство определенного модуля мясного цеха. Деньги были откассированы, ничего не произведено. По данным фактам направлено следственное управление материал проверки, безусловно, которым возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере. А как обстоят дела с коррупционной преступностью именно у нас в регионе? И вообще можно ли победить коррупцию? Всеми правоохранительными органами выявлено и поставлено на учет 203 преступления коррупционной направленности. Из них 40 преступлений это уголовные дела по взятыничеству. В данном случае мне бы хотелось бы здесь провести параллель и показать именно динамику работы правоохранительных органов республики. За аналогичный период прошлого года было выявлено 107 преступлений, в этом году 203. То есть у нас получается свыше 84 положительная динамика. Что касается уголовных дел по взятыничеству, это у нас получается 11 было прошлый год, 40 в этом году. Это динамика практически плюс 100%. Безусловно, это говорит о том, что активизирована работа правоохранительными органами, на что отчасти повлияло и принятие прокурорами дополнительных мер координационного характера. И последний мой вопрос такой, Радмир Казбекович, куда нашим гражданам, гражданам нашей республики можно обращаться с заявлением о нарушениях антикоррупционного законодательства? В органах прокуратуры по вопросам противодействия коррупции или нарушения антикоррупционного законодательства любой гражданин нашей республики анонимно может обратиться по телефону 26 74 98, 26 74 92. Можно назвать и горячей линией, и телефоном доверия всегда. Более того, мне бы хотелось бы сказать, что везде по городу, когда мы приезжаем в любой город, в любой район нашей республики, у нас всегда висят баннеры, на них указаны именно эти телефоны. Так что в любое время всегда примем, выслушаем и примем необходимые меры. Ну что же, я вас благодарю за участие в нашей программе, желаю вам успехов в вашем нелегком труде. А нашим зрителям я напоминаю, что это была программа «Сила права». Всего вам наилучшего. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok